Доброе утро! Время новостей. В студии Анна Москаленко. Смотрите сегодня в выпуске. Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае. Ожидается снег, метели, усиление ветра до 23 метров в секунду. С 1 января пенсии жителей Алтайского края увеличились после индексации. Она коснулась больше полумиллиона человек. Подготовка к православному празднику Крещения Господня началась в Барнауле. Подробности через несколько минут. Штормовое предупреждение объявлено алтайскими синоптиками на 13 января. Ожидается снег, метели, усиление ветра до 23 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица. Местами снежные заносы. Сотрудники МЧС и госавтоинспекции призывают жителей региона соблюдать правила дорожного движения. Пассажирам внимательно переходить дорогу, а автомобилистам уменьшить скорость движения до 10-20 км в час и соблюдать дистанцию. О чрезвычайных ситуациях сообщать по номеру 112. Нового главу избрали в Яровом. 17 депутатов городского собрания единогласно проголосовали за Владислава Шилова. С апреля прошлого года он исполнял обязанности главы. Срок полномочий нового городоначальника – 5 лет. Напомню, в декабре 2021 года после неоднократного введения режима ЧАЭС на городской ТЭЦ от обязанности главы отстранили Вячеслава Самобочева. С 1 января пенсии жителей Алтайского края после индексации выросли в среднем на 880 рублей. Об этом сообщили в региональном подразделении Социального фонда России. Пенсии повысили на 4,8%. Индексация коснулась почти 547 тысяч неработающих алтайских пенсионеров. Теперь их средний размер составит до 19 223 рублей. Добавлю, индексация зависит от размера пенсии и начисляется индивидуально. В Бийске вновь повысилась стоимость проезда по понтонному мосту через Бию. Теперь для легковых автомобилей это не 30, а 40 рублей. Больше всего придется заплатить водителям грузовых автомобилей. 60 рублей, сообщает бийский рабочий. По данным источника, предыдущее повышение цен было в 2020 году. Тогда директор Бийского речного порта Виктор Франк объяснял это повышением цен на обслуживание моста. Главный расходный материал, который у меня даже тот заметал, он вырос на 30% за эти 3 года. Там топливо вылезло минимум на 30%. Плюс еще что мне заставили, ну как не заставили, они же кто проезжает, а почему у вас нет на мосту, допустим, того терминала. Вы сами понимаете, я установил терминал, оплатил, а теперь еще у меня там 1,8% отчисляю с этой суммы оплаты за переселение по терминалу банка. То есть как бы вот это же все удорожание идет. В Барнауле сотрудники МЧС уже готовятся к православному празднику – Крещение Господне. Его отметят верующие 19 января. Поэтому службы уже сейчас обсуждают вопросы обеспечения безопасности около купелей. Об их точном количестве в крае станет известно сегодня. В прошлом году на открытых водоемах было 39 купелей. Сейчас их оборудуют в районе городской набережной и на озере возле Борзовой заимки. Кстати, каждая официальная купель будет оснащена деревянным кормом, чтобы человек не ушел под лед во время купания, поручнями и освещением. Во всех местах проведения купаний будет дежурить персонал, соответственно, и спасатели должны быть находиться, администрация, и, конечно же, будут представители МЧС. Поэтому, чтобы мы не допускали происшествия на данных объектах, и все время будем реагировать. О правилах крещенского омовения сообщил проэтерей Георгий Крейдун. Традиционно перед тем, как заходить в воду, нужно пройти крестный ход от Знаменского монастыря до набережной Аби. А перед тем, как окунуться в прорубь, следует убедиться, что нет проблем со здоровьем. По данным гидромедцентра, погода в регионе с 18 по 20 января ожидается без оснащения. Температура воздуха днем не опустится ниже минус 18 градусов. Ночью похолодает до минус 25. Регулярные богослужения в Барнаульском крестовоздвиженском храме начнутся после завершения штукатурных работ внутри здания и установки временного иконостаса. Это может случиться до начала Великого поста. На каком этапе работы, смотрите в материале Анастасии Меньшаковой. Еще несколько лет и крестовоздвиженский храм в Барнаульском парке Изумрудный станет духовной жемчужиной города. Работы по восстановлению начались еще в прошлом году. Митрополит Барнаульский Алтайский Сергий уже осветил на купольный крест и купол. Рабочие заменили систему отопления, сделали новый пол и разобрали перегородки внутри здания. Предстоят еще немалые работы по обустройству и ремонту нижнего помещения храма, в котором разместится и воскресная школа. Он будет таким многофункциональным, он единственный зал там у нас будет. И воскресная школа для взрослых, для деток, а также будет зал приходских собраний, ну и там же разместится приходская трапезная. Храм построили в 1908 году, но в советские годы его отдали под нужды библиотеки, затем столовой, макаронной фабрики, а в 50-х – Барнаульского планетария. Четыре года назад его вернули Русской православной церкви. Храм повидал немало на своем веку, поэтому нуждается в полноценной реконструкции. Ее ведут на средства епархии. Есть и пожертвования, причем речь не только о деньгах. Позвонил один из жителей города Барнаула, ему от его бабушки досталась икона Божьей Матери, и он решил ее в память о своей бабушке пожертвовать в этот храм. Есть также несколько икон новописанных, достойных, которые уже передали в дар этому храму, в частности некоторые благодетели из Москвы по моей просьбе. Это новописанные иконы, но мастерами и строится серговая лавра. В планах облагородить и прилегающие территории. Но сейчас главное – навести порядок в основной части храма. Барнаульская епархия планирует завершить штукатурные работы внутри и установить временный иконостас до начала Великого Поста, до 27 февраля. Тогда и начнутся регулярные богослужения. Анастасия Меншакова, Антон Еноткин. Новости. День заповедников и национальных парков отметят в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая. Ему посвятят грядущие выходные. В учреждении организуют встречу с создателями Тегерекского заповедника и национального парка Салаир. И проведут кинопоказ, где свои наблюдения за природой покажут юные исследователи из туристического отряда «Караван». А для детей будут работать мастер-классы и заповедная игротека. В игре «Рукокрылы» участники узнают о летучих мышах России и Алтайского края, о видах этих млекопитающих и их особенностях. Программа рассчитана на детей старше 6 лет. Пока прощаюсь. В студии работала Анна Москаленко. Не переключайтесь. Встретимся в 13.00. Я желаю вам хорошего дня.